Добрый день, друзья! Я вас приветствую на своем канале в своей маленькой кондитерской. Сегодня мы с вами приготовим меренговый рулет. Этот рулет готовится быстро, просто и по вот этому рецепту, который я вам дам. Вы его приготовите на раз, два, три. И если у вас, вы ждете гостей, вы можете его приготовить, поставить в холодильник, пока будете сидеть за столом. К чаю он уже у вас будет готов, остынет. Его не надо настаивать, его не надо выдерживать. Он полтора, час-полтора стоит в холодильнике, вы его достаете. И свежайший десерт, хрустящий, вкусный, нежный у вас на столе. А еще, что немаловажно, он выглядит на столе очень красиво. Давайте мы его сейчас приготовим. Для этого нам понадобятся белки. Только сразу хочу предупредить, когда будете отделять желтки от белков, предельно осторожно. Потому что, если немножко попадет у вас туда желтка, белки не взобьются. И все, наш меринговый рулет не получится. Потом, если будете делать миксером, значит, чаша миксера должна быть сухая, обезжиренная. Ну и все. Если будете делать ручным миксером, то тоже будете взбивать на высокой скорости. И желательно, чтобы чаша была сухая, чистая. Это требование к меренге. Чтобы меренга у нас получилась, и мы не испортили 160 грамм белка. Значит, нам нужен белок, сахар, лимонная кислота, крахмал и щепотка соли. Щепотка соли для чего нужна? Чтобы нам белки начали быстро взбиваться, мы немножко сыпем туда соль. Так, смотрите, белки здесь у меня. Я вот так немножко сыплю соль. Венчик. Насадка. Включаю. Сначала на малые обороты, потом на большие обороты. Как только белки запенятся, я потихоньку начинаю добавлять сахар. Смотрите, друзья, белки у меня запенились. Я сейчас прям в сахар добавляю вот так вот лимонную кислоту. И начинаю взбивать, постепенно всыпая сюда сахар. Можете по ложке, можете потихоньку всыпать, как вам хочется. И так, и так будет правильно. Друзья, смотрите, вот до такого состояния нужно взбить меренгу. Видите, вот она такая вот, не падает плотно. Теперь мы аккуратненько все вот это убираем. Здесь аккуратненько здесь венчик, все убираем. Я люблю закончать все это делать, чтобы все было хорошо. Так, теперь смотрите, видите, какая меренга получилась. Из этой меренги вы можете сделать пирожное Анна Павлова. Отсадку у меня есть на канале, как я отсаживала с кондитерского мешка. Мы как-нибудь с вами сделаем это пирожное. Оно очень хорошо, быстро делается. Вот. И что еще из этой меренги можно сделать? Просто детям без эшки можете сделать. Из этой пропорции, которую я вам вот написала на меренговый рулет, у вас получается два больших листа меренги. Так, теперь сюда сыпем крахмал. Не забывайте сыпать крахмал. И крахмал нужен кукурузный, подчеркиваю, кукурузный, не картофельный. Чтоб не было привкуса у меренги, крахмал должен быть кукурузный. И теперь аккуратненько размешиваем. Не бойтесь, здесь уже, если меренга хорошо взбита, ничего с ней не будет. Прямо вот так вот размешиваем. Можете даже вот так немножко. Вы знаете, я когда вот просто сама делаю, видео не снимаю, я прям сыплю крахмал и венчиком. Только перемешайте, а потом взбивайте, чтоб не полетела никуда вот эта вот от крахмала пыль. Так, оставляем. Берем лист. противень и выкладываем сюда все. Сейчас выложу, покажу вам. Так, и выравниваем все аккуратненько, чтобы у нас было вот так все. у меня будет рулет на килограмм. Меня попросили, чтобы он был килограмм, поэтому я меренгу до конца не буду выравнивать. Я вот сделаю, чтобы у меня рулетик был вот такой вот. Вообще, из этого количества меренги получается где-то кило двести. если вот на лист полностью вот это все выравнить, где-то рулет получается около кило двести. Видео переснимать не буду, звонок. Извините, что я отвлеклась. Так, смотрите, вот такой вот делаем. Вот так, на такое количество, да, он у меня будет небольшой. Если вы хотите, чтобы он был побольше, и меренга все равно у вас получится, если вы даже на большее разом. просто у меня меренга будет поплавить побольше, потолще, а у вас будет потоньше, если вы на весь лист будете делать. Ну, здесь можете, какой хотите делать рисунок. Можете там гладкий сделать, можете вот так, потому что в процессе выпечки меренга, когда будет выпекаться, она, конечно, будет карамелизоваться, и у нее рисунок будет такой, какой мы даже и не ожидаем получится. Итак, друзья, это у нас будет верх рулета. Теперь я буду делать, чтобы верх рулета у меня был вот с орешками. У меня здесь миндальные лепестки. Я вот так посыпаю, потому что, когда мы его будем сворачивать, у нас все это наверху получится. Вот эти орешки у нас будут наверху. Вы, в принципе, можете любыми орешками посыпать. Не хотите орешки, можете не посыпать. Можете просто сделать гладкий такой. Он тоже будет красивый, карамельный. Духовку включаем на 150 градусов, ставим вверх-низ, на середину духовки ровно 43 минуты. Если у вас электрическая духовка, 43 минуты выпекается рулет. Плюс-минус 2 минуты. Самое много, 45. Это вы уже будете смотреть. Духовочку мы не открываем. Вот поставили его, выставили время. Все, забыли. На 43-45 минут мы забыли. Как мы определим, что он готов? Он сверху становится такого кофейна, ну, кофе с молоком вы пьете, вот такого цвета он становится, приятного такого, молочно-кофейного. и он немножко поднимется и вы сами увидите. Но ориентируйтесь на время. Если даже у вас он получится, что вот 43 минуты вы выставили, духовка отключилась и он уже готов. Я иногда 45 ставлю, для чего? Чтобы он был немножко покричневее. Ну, колер ему придать. Вот. А так вообще он печется ровно 43 минуты. это уже проверено не одним рулетом. Итак, друзья, для крема мы берем обязательно сухая чаша, сухая и жирная. У меня 9% творог. Вы можете взять сыр, любой сливочный сыр для кремов продается, вы знаете. Маскарпоне можете взять. Но я почему-то не люблю делать с этим сыром с маскарпоне, он все равно получается немножко жидковатый. Мне нравится этот меренговый рулет именно с творожным кремом. Чис вы можете сделать. Только единственная просьба, если будете делать, купите себе в кондитерских магазинах есть специально для кондитеров профессиональный крем, креметте называется. Вот. Его очень хорошо использовать для меренговых рулетов, для пирожных Анны Павлова, для тортиков меренговых. Он плотненький такой, вкусный. Так, творог, сливки и сахарная пудра. Это нам нужно все для крема. Сейчас мы вот это перебьем хорошо творог блендером, чтобы ни крупинки не было, ничего, пастообразный был. Если у вас творог жирный, домашний, крупинками, хороший крем не получится. Нужно придать усилие, чтобы его протереть. Это долгая история. Поэтому не поленитесь, возьмите хороший творог такой, 9% но чтобы он был, как сказать вам, чтобы его не протирать через сито, а именно взбить и он получился такой гладкий. Сейчас я вам покажу, какой у меня получится. Вот такой получается крем творог перебитый. Видите, он, видите, гладкий, без крупинок, без ничего. Я даже его не протираю через, видите, поэтому лучше взять хороший творог. Наливаем сливки, будем сейчас взбивать. Друзья, вот до такого состояния мы взбиваем сливки. Видите, они плотные тоже, такие вот плотненькие. теперь сюда выкладываем наш перебитый творог и сахарную пудру. Так как у нас меренга сладкая, и нам нужно сбалансировать это все, сильно много сюда сахарной пудры не сыпьте. я пропишу пропорции, но это просто предупреждаю, чтобы у вас сбалансировать, это будет очень сильно сладко. Если вы даже будете взбивать крем и попробуете, что покажется он вам не сладкий, это будет нормально, потому что меренга очень сладкая. Теперь перемешиваем, не взбиваем, просто перемешиваем сначала на единички, на двоечки, потом чуть-чуть увеличиваем, но взбивать не надо. Вот такой крем у нас получается, смотрите, он стабильный, плотненький, как раз то, что нужно. Этот крем, у меня одна подписчица спрашивала, какой вы крем делаете в торты бисквитные, вот такой я крем делаю, он очень хорошо сочетается с бисквитом, вы даже можете сделать бисквитные рулеты, и этим кремом можете смазывать, и будет очень вкусно, внутрь можно ягоды положить, джем, что хотите, такой быстрый рулет бисквитный можно сделать на стол. Теперь это в холодильник нужно поставить, сейчас я затяну это пленочкой, все, поставлю в холодильник, пока меренга выпекается, крем у нас там будет стоять, нам нужно, чтобы меренгу смазывать холодным кремом. Смотрите, ровно 43 минуты выпекался у меня, выпекалась меренга, вот сейчас я ее вынула, пусть она 2-3 минутки полежит, не переворачивайте, потому что она еще, видите, живая, пусть она чуть-чуть подстынет, приготовьте вот лист пергамента, чтобы он у вас лежал внизу, пусть немножко остывает, я покажу, как мы будем переворачивать, у нас остыл рулет, мы его так спокойно переворачиваем, теперь снимаем, если он у вас остыл хорошо, он аккуратненько вот так снимается, но не дервайте, чтоб аккуратно снять, и чтобы у нас ничего здесь не повредилось, чтоб он у нас был целым, смотрите, есть даже у вас получилось вот так, вот видите, у меня здесь трещина, да, вот такая вот, не страшно, мы сейчас дождемся, пока меренга остынет, будет холодная, только на холодную меренгу мы будем наносить крем, потому что на горячую нельзя, она потает, вот, и потом вот это все соединится, это не страшно, если даже где-то у вас что-то здесь треснуло, это не критично, друзья, пока у нас меренга остывает, я вот здесь взяла кондитерский мешок, насадка у меня закрытая звезда, покажу, как можно украсить меренговый рулет, и мы немножко крема сюда положим сейчас, чтобы потом нам сверху украсить наш рулетик, много не надо, вот буквально вот так вот, совсем чуть-чуть, потому что и вот так оставляем все, вот эти кондитерские мешки очень удобно, если вы будете, даже если вы будете готовить не на заказ, а для своих родных, все равно в доме они должны быть, они продаются на всех маркетплейсах, вот, и сейчас Новый год близится, можно будет сделать рулеты эти, купить упаковку, сделать какой-нибудь презентик, угостить кого-то, поздравить с Новым годом, это будет вообще самый лучший подарок, потому что, когда идешь в гости, думаешь, чем бы угостить, а тут вот такие вот сладости приносишь, и люди с удовольствием пробуют, и потом это будет лишний повод вам показать свое мастерство и найти себе заказчика, итак, корж у нас остыл, то бишь, меренга, мы сейчас нанесли крем, вот так вот, аккуратненько все это будем разравнивать, почему я вам говорю, творог надо использовать, потому что он, видите, как плотненько ложится, и такой крем получается стабильный, так, сейчас я вот эти все уголочки заполню, крем до конца не выкладываем, оставляем буквально, сейчас покажу, вот так оставляем, чтобы потом нам бока здесь красиво у рулета оформить, вот, поэтому сюда мы сейчас, видите, сюда здесь тоже мы сильно не увлекаемся, как бы на нет сходим, чтобы он потом не вылезал у нас, вот, а здесь вот так можете, вот, друзья, я буду делать с вишней, вишня у меня мороженое, вот, так как свежей сейчас нет, будем делать из-за мороженой, но я ее не размораживаю, можно было сделать конфи из вишни, это делается с крахмалом, варится, но у меня мои клиенты просят, чтобы я делала вот так, потому что когда вишня мерзлая и потом в процессе того, как крем стабилизируется вместе с меренгой в холодильнике, вишня немножко подтаяет, дает сюда сок в крем, она не течет, ничего, просто она нежная становится и в сочетании с кремом это сладкий крем, сладкая меренга и кислинка вишни дают очень приятный такой вкус, вот, прямо так вот, я не жалею сюда кладу, потому что крема здесь много, меренга сладкая и вишня, но никак не помешает, вот, вот так сейчас мы с вами оформим его, наш рулетик, когда мы это все сделали, мы обязательно даем полежать немножко, чтобы у нас не поломалась меренга, мы даем несколько минут полежать, а потом вместе вот с этой бумагой мы не берем меренгу отдельно не берем мы заворачиваем бумагой вот так смотрите аккуратненько заворачиваем убираем вот так аккуратненько заворачиваем прям бумагой вот так видите у меня края уже здесь подстыли у рулетика ну не страшно вот так вот смотрите аккуратненько аккуратненько и если даже у вас здесь вот немножко видите он как бы вы можете рукой его так вот сделать потому что меренга же у нас нежная вот и для чего я говорила оставить у нас орешки здесь сверху получились для чего я говорила вам оставить крем вот у нас здесь видите получилось вот такая вот штучка здесь и здесь покажу вот видите мы берем вот этот крем и вот сюда вот так вот мы его заправляем точно так же сюда поворачиваем аккуратненько сюда заправляем вот такой рулетик у нас получился теперь немножко здесь осталось крема крем настолько вкусный что не хочется его оставлять я прямо сюда вот так вот аккуратненько заправлю теперь если у нас даже вот получились вот такие видите меренга кое-где треснула у нас такие трещинки без этого никак потому что нежнейшая меренга теперь я значит смотрите я начинаю украшать его на вот эти трещинки ни в коем случае не переживайте что у вас так получилось по-разному бывает я вот так вот украшаю наш с вами почему я говорила что крем нам еще пригодится вот теперь получился у нас вот такой вот красивый рулет сейчас мы его еще приукрасим а вот теперь мы начинаем украшать и вот теперь нашей фантазии нет предела у меня шоколадные калеты и пригодились нам наши яблочки помните я вам показывала свое как я видео у меня было где я делала эти яблочки смотрите какой получается красивый у нас рулет меренговый сейчас я его поставлю в холодильник и он стабилизируется и это такое наслаждение что вы не представляете какой вкусный получится я вам не просто рекомендую его приготовить он очень вкусный сейчас приложу его упаковку и поставлю на стабилизацию там сфотографирую отредактирую видео и наслаждайтесь и готовьте всем хорошего дня хорошего настроения здоровья мира благополучия жду у вас себя у себя в кондитерской будем вместе готовить всякие вкусняшки всем пока пока